Блогер Елена Блиновская может объявить о банкротстве. Она задолжала ФНС полтора миллиарда рублей. Сейчас ее счета, активы и недвижимость арестованы судом. Поэтому погасить задолженность Блиновская не сможет, заявил ее адвокат. Почему налоговая не может снять деньги со счетов, арестованных правоохранителями, и что делать в таком случае? Она задолжала Федеральной налоговой службе около полутора миллиардов рублей. Сейчас ее счета, активы и недвижимость арестованы судом. Погасить задолженность Блиновская не сможет, заявила Рея Новости и адвокат Наталья Сальникова. С момента вступления в силу решения налоговое прошло два месяца, сам долг погасить нечем. Почему налоговое, то есть государство, не может снять деньги со счетов арестованных правоохранителями, то есть тоже государством? Комментирует партнер МЭФ Лигал Александр Ярасов. На практике существует проблема в этом плане, государство и старство предпринимателя. Здесь есть определенные коллизии между налоговым кодексом и процессуальным кодексом, которым руководствуются правоохранительные органы. Возникают ситуации, когда в арестованных в рамках следствия счетов невозможно уплатить налоги, даже если есть такое желание, поскольку с этих счетов запрещены любые операции, в том числе и по уплате налогов, и поэтому невозможно их провести. Для решения этих вопросов, если есть желание заплатить налоги, нужно получать со следователем отмену при остановке операции по счетам, отмену ареста счетов для совершения таких операций. На практике это часто вызывает затруднения, ну или занимает достаточно много времени. При этом, чем еще можно слушаться на практике, когда даже сами налоговые органы не могут подыскать задолженность по налогам в принудительном порядке, в случае, если счета арестованы правоохранительными органами. Банки не проводят эти инкарсовые поручения, потому что на счета уже наложен арест правоохранительными органами. Александр Герасов, партнер МЭФ Элигал, фигурантом уголовного дела, также является муж блогера Алексей Блиновский. Наконец стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в суд с требованием признать Блиновского банкротом из-за просроченной задолженности. Процедура банкротства Блиновской и ее семье в этом уголовном деле не поможет. Закон делает оговорки, в частности, если есть налоговые обязательства, как в данном случае, человек не освобождается от финансовых претензий, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. Ее ситуация усугубилась в свете последних событий. Ей дополнительно инкриминировали еще несколько статей уголовного кодекса. И что самое неприятное для госпожи Блиновской, если до этого ей инкриминировали налоговые преступления, по которым можно добровольно погасить сумму недоимки, пеней и штрафов и избежать уголовной ответственности. То есть, если бы она сейчас заплатила все деньги, которые была должна государству в виде налогов, то уголовное дело было бы прекращено. Независимо от того, хочет следствие продолжать что-то транслировать или не хочет. Но вот, к сожалению, те статьи дополнительные, которые ей еще инкриминировали, они не предполагают такой возможности. И резюмируя, можно сказать, что в любой ситуации, заплатит она на налоги или не заплатит, ее ситуация все-таки, скорее всего, закончится еще и привлечением к уголовной ответственности. Скорее всего, она будет все-таки осуждена по той или иной статье. Сергей Варламов, управленческий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер». В начале недели суд изменил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу за неоднократное нарушение действующей меры пресечения. И также предъявлены два новых эпизода обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей». А Блиновская известна тем, что с 2015 года проводила марафоны желаний, курсы лекции и практических занятий по личностному росту.